Здравствуйте! В эфире подкаст «Между строк» и я, её ведущая, Юлия Николаева. Сегодня мы поговорим об одном из самых загадочных и известных романов XX века «Мастер и Маргарита». Мои собеседники – учитель русского языка и литературы в лице имени Сизова Антонина Григорьевна Беляева и учащиеся 11 класса гимназии номер один Алина Гейли и Варвара Рассолова. Приветствую вас, дорогие мои, в нашей библиотеке. Антонина Григорьевна, первый вопрос вам. Вот как современные школьники относятся к роману? И, может быть, вы как-то по-особому подходите к этому уникальному, необычному роману, к его прочтению и изучению? Этот роман – вот такая благодатная почва для выражения своих мыслей в сочинении, потому что поднимаются извечные проблемы. Пока жив на земле человек, всегда его будут эти поднятые Михаилом Афанасьевичем проблемы волновать. Это всепобеждающая сила любви и творчества, сила и власть, что такое истина, добро и зло, вечное их противостояние, верность и предательство, милосердие и все прощения. Но для того, чтобы окунуться в это произведение, понять его смысл, необходимо, конечно, знать биографию автора. Особенно те его последние годы, когда он работал над этим романом. И слова умирающего Булгакова, которые он, наверное, последние были слова, сказал своей жене Елене Сергеевне, чтобы помнили, чтобы помнили, чтобы помнили. Поэтому, отталкиваясь от этих слов, мы и всегда приступаем к работе над этим произведением. Я еще использую фрагменты фильма, фильма «Бордко». Он очень и очень правильный, потому что можно прямо по этому фильму читать роман. Он не отступает, режиссер не отступает от произведения. Это не вариации, это напрямую слово писателя. В 2005 году этот был снят фильм. Кстати, об экранизациях. Режиссер Владимир Наумов рассказывал такую историю. Когда-то они сняли с Алловым замечательный фильм «Бег», Елена Сергеевна, посмотрев его, сказала, что ей очень понравилась эта картина. И когда у вас, ребята, появится возможность ставить мастера, вы будете первыми кандидатами. Я только вам могу доверить. Прошли годы. Умер Александр Аллов. И в 1986 году Владимир Наумов все-таки находит в себе силы, возможности как-то поставить мастера Маргариту. Надо сказать, что хотел это сделать не только он, но и Элем Климов, который на тот момент уже был руководителем Союза кинематографистов. Ну, руководитель руководителем. У Наумова свои какие-то были планы по поводу этого романа. В Москве стоит июльская жаркая погода. Наумов отправляет жену и дочку в театр. Сам прилег отдохнуть. Над Москвой страшная гроза. Он засыпает, и его вдруг будет неожиданно звонок в дверь, такой громкий, настойчивый. Он вскакивает, спотыкается о тумбочку, бежит, открывает дверь. На пороге стоит Елена Сергеевна. Прошло очень много лет после ее смерти. Она говорит, Володя, я на секундочку, я хочу сказать, что картина у Элема Климова не получится. Вообще она не получится ни у кого. Михаил Афанасьевич этого не хочет. Ну, Владимир Наумов говорит, вы заходите, проходите. Нет, нет, меня ждет Михаил Афанасьевич. Она уходит. Наумов слышит звук отъезжающей машины. Ложится спать. А утром просыпается и думает, господи, какой же мне сон необычный, прямо-таки мистически приснился. И видит у себя ссадину от тумбочки. Кстати, хочу сказать, что через какое-то время постановка Климова тоже не случилась. Ну, вот, к слову, об экранизациях по Михаилу Булгакову. Вы задали вопрос, как ребята относятся к изучению этого произведения, к работе. Вот слово изучение мне не нравится, к работе над этим произведением. Очень заинтересована. Очень заинтересована. Почему? Ну, я уже сказала, потому что поднимаются вот такие проблемы. Да, и разрешаются авторам. Потому что биография настраивает их на уважительное отношение к создателю этого романа. Ну, и, наконец, вот эти три пласта, можно сказать, даже четыре сюжетные линии. Ну, интересно, ребята. Любовная тема «Мастер и Маргарита», да, мистическая Воланд и его свита. Ну, и, конечно, сатирическое. Это изображение Москвы 30-х годов. То есть они с удовольствием делятся какими-то впечатлениями? Конечно. А есть у них любимые герои? Как-то вот прослеживается или у всех по-разному? Нет, прослеживаются, конечно. Вот я прочитаю фрагменты сочинения, которые я принесла с ее разрешения. Это одиннадцатиклассница Скородумова Полина. Мои любимые страницы в романе «Мастер и Маргарита». Какое впечатление оставил у меня роман? Как я его поняла? Я всегда с осторожностью подхожу к разбору прочитанных мною произведений, ибо склонно сомневаться, имеют ли смысл мои собственные выводы, если автор мог иметь в виду совершенно другое, и единственно правильным можно считать посыл самого писателя. Однако в этом и заключается ценность и значимость литературы как в целом, так и для меня лично. Она не только побуждает к новым знаниям, но и заставляет погрузиться в размышления глубокие и плодотворные, позволяет посмотреть на вещи под другим углом. Меня очень впечатлило, как раскрывается тема добра и зла. Зло, представленное в лице Воланда, обаятельное, располагающее к себе, и оно неоднозначно, как и любое другое зло. Не стоит даже говорить о том, что эти понятия достаточно абстрактны, размыты, и их границы не всегда очевидны. Дьявол, спасая художника слова, также наказывает подлых, бесчестных людей, но делает это будто бы спонтанно. Тема любви также не оставила меня равнодушной. Поначалу мне не давал покоя вопрос, почему Маргарита выбрала именно мастера. Замечательный вопрос. Кстати, вот я как раз и хотела сказать, она не единственная, кто об этом спрашивал. Почему? Вот дальше она рассуждает, разве он ее достоин? Ведь отношения с героем стоили ей отказа от привычной спокойной жизни в достатке. Однако, можно ли вообще быть достойным любви, заслуживать или не заслуживать ее? Можно не быть достойным уважения, славы, но любви никогда. Любовь необъяснима, неразложима на анализ. В ней нет места ни статусам, ни достижениям, ни богатствам. Именно Маргарита увидела в мастере то, чего не видел в нем никто другой. Именно она готова была для него на все. Такая самоотверженность во имя любимого человека достойна восхищения. В заключении стоит отметить, что настоящее зло – это не дьявол, а обыкновенные человеческие глупость и трусость. Я уверена, с этим романом стоит ознакомиться всем. Каждый найдет в нем что-то для себя. Я непременно перечитаю его в будущем. Слово нашим одиннадцатиклассницам. Алина и Варя, понравился ли вам роман? Интересно ли вам было его читать? На самом деле Булгаков – один из моих любимейших авторов, с чьим творчеством я познакомилась еще давно, читая сборник его небольших рассказов. Тем не менее, роман «Мастер и Маргарита» мной почему-то всегда откладывался на потом. Хотя я слышала о нем много очень хороших вещей, в том числе от моих родителей. Не знаю, лучше бы было, если бы я прочитала его еще тогда, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что это один из лучших романов, что мне приходилось читать, а из русских, возможно, даже самый лучший. Необычная композиция, произведение, яркие персонажи, интересные сюжетные линии – все это так захватывает при прочтении. И то, как Булгаков смешивает мир настоящего, прошлого, мир магии, действительно невероятно. А также поражает количество философских тем, которые он поднимает. За которым можно размышлять и размышлять. В общем, естественно, у меня остались очень положительные впечатления об этой книге. Лично мне тоже роман очень сильно понравился. И при первом прочтении я вообще подумал, как это необычно для русской литературы, особенно для классической. И то, что это находится в школьной программе, для меня вообще стало удивлением. То есть обычно же нам дают книги достаточно простые в понимании и не дающие фантазии, не дающие почвы для размышления. А тут ты можешь додумать какие-то морали сам себе, оценивать персонажи и решать сам для себя, кто является, допустим, плохим, кто злым, а кто посередине, то есть живым человеком. Также, ну лично для меня это вообще стало одним из самых любимых романов, потому что роман позволяет фантазировать, и писатель нашёл такую границу, когда речь вроде ведётся от лица героев, и то есть мы наблюдаем эту картину своими глазами, но также как будто погружаемся в него, в этот роман, и как будто живём им. А какие сюжетные линии вам показались наиболее интересными? Мне, наверное, как и многим девушкам, симпатизирует образ Маргариты. Она очень сильный женский персонаж, которых, если честно, у нас в русской литературе классической мы встречаем не так часто. Я восхищаюсь её преданностью, стойкостью и, конечно же, любовью к мастеру. Мне кажется, она своим примером показывает, как по-настоящему должны любить люди. Мне также была интересна сюжетная линия, связанная с Понтием Пилатом и Ишуа, потому что она действительно была чем-то необычным. И хоть мне пока что не приходилось читать Библию, но я нашла эту историю занимательнее. И впервые, когда эта сюжетная линия была представлена нам ещё во второй главе, мне показалось это чем-то странным, но потом Булгаков смог так хорошо вплести это в основную историю, что мне очень понравилось. Лично мне также снипотизирует Маргарита, потому что это действительно очень сильный женский персонаж. И меня поражает её искренне сильная любовь, которая вообще преодолевает все проряды, даже такие, как зло воплоти. То есть, по сути, Воланд — это же воплощение зла в людском мире. И он как бы призван наказывать людей за их грехи, но Маргарите удаётся с ним даже подружиться в какой-то степени, заслужить её уважение. И это действительно заставляет задуматься о том, как должны вести себя люди и как должны преподносить себя. Также вообще мне показалось, что она не только сильный персонаж, но ещё и живой человек. То есть обычно в произведениях, особенно, допустим, романтических, герои идеальны. То есть у них есть какие-то мечты, которых они обязательно добьются. Но тут героиня представляется нам действительно живой, она умеет злиться, также способна на месть, что, кстати, было неожиданно для меня. И поэтому это, наверное, один из самых любимых моих персонажей вообще в русской литературе. О чём, на ваш взгляд, этот роман? Ещё одна классная вещь в этой книге заключается в том, что для каждого она о разном. Обычно, что нам ближе к сердцу, то мы и видим в прочитанном. И что для меня он о том, как сер наш мир, в том смысле, что ничего не делится на чёрное и белое. Молот, например, является подтверждением этого тезиса. Мы не можем назвать его абсолютно злым, наоборот, он справедлив, как, возможно, никто другой. И даже если его и можно отнести к козлу, то булгаковым верно отмечается, что добра без зла существовать не может, как свет и без тени. Нас с детства привыкли учить об абсолютном зре и добре, и что добро всегда побеждают, но в реальной жизни всё совсем не так. Также, конечно, эта книга о настоящей любви. Насколько мне известно, изначально произведение должно было называться по-другому, но, видимо, потом даже сам автор понял, что эта сюжетная линия главенствует среди всех остальных. И с ним сложно поспорить. И мне, если честно, хотелось бы, чтобы люди и поучились тому, что такое настоящая любовь у Маргариты. Для меня на первом месте стоит тема любви великой и всепобеждающей, которая показывает примеры истинного счастья человека. То есть Маргарита и мастер в этом произведении показывают нам действительно настоящую любовь, которая ни с чем не сравнится. И то, на что готова пойти Маргарита ради мастера и его счастья, это нечто, что вызывает действительно уважение и даже может желание любить так же. Ещё для меня роман о том, что для каждого добро и зло в понимании, в их отдельном понимании. Например, Волант — это, по сути, чёрный маг, и он написан в произведении как существо, которое взяло на себя обязательство судить людей за их грехи. И, по сути, это же тяжёлый нож, миссия. И я думаю, что Волант также служивает уважения за то, что он действительно выполняет свои обязательства, поступая не так, как он хочет, а так, как справедливо, и не так, как ему удобно, а так, как нужно. И даже, может быть, несмотря на то, что его жизнь полна каких-то решений, не способствующих его счастью, всё равно он чувствует, что он достоин как бы вот этого статуса, существа, которое может судить людей. Если бы у вас была возможность, о чём бы вы спросили Михаила Булгакова? На самом деле мне сложно представить, что можно спросить у него, но, наверное, мне было бы интересно послушать о его других идеях, которые он хотел, но не смог по каким-то причинам воплотить в жизнь. Допустим, из-за каких-то, может, ограничений или то, чего он просто не успел написать. Я бы спросила, наверное, как удавалось створить её в такие сложные времена, и каково это проходить через все эти сложности, как удавалось писать в стол, то есть насколько нужно быть сильным человеком и любящим своё дело, чтобы так жертвовать своими чувствами и временем, чтобы действительно писать в будущее. То есть, по сути, он же писал не для людей своего времени, он писал, наверное, для людей, которые поймут и воспримут действительное его творчество, как нужно. И вообще, что помогло ему не останавливаться, несмотря на критику и цензуру. На ваш взгляд, о чём роман? К этому роману или приходят люди сразу, или приходят постепенно. Я пришла постепенно, и когда вот я пришла, поняла, окунулась и стала о нём говорить на уроках, я его так полюбила. И полюбила не только вот, ну, во-первых, Булгаков. Мне сам Булгаков как писатель, как человек, как личность нравится. Роман вечный, роман заставляет думать. Роман вечный, да. Но он не будет понятен, если не будет, ребята не будут знать жизнь, судьбу и личность самого Булгакова. Замечательно. Хочу поблагодарить всех участников за интересный такой живой разговор. Ну и в завершении хочу вспомнить слова Воланда, которые он адресовал мастеру. Ваш роман вам принесёт ещё сюрпризы. Ну и хочется добавить, яркие, невероятные и с мистическим привкусом. Следующий наш подкаст будет посвящён экранизациям произведений, которые входят в школьную программу. И на эту тему мы поговорим с нашей читающей молодёжью. Спасибо вам. До следующих встреч. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok